Вы говорите, Путин плохой, отсталый и плешивый, а он, смотрите, как традиции развивает, а шпеньки колосятся. Стоило только выпилить из Россиюшки забугорные обувные бренды, как продажи валенок взлетели на триста семьдесят процентов. Скоро все эти скрипки скрипучие, да гитары бездуховные, убринчат в чуждые кулички, и зазвенит святым музлом балалайня православная. Выходите, лошкари, стучите в сласть, лаптями отбивая божью чечетку. Ненавидят Русь, боятся нашего мохнатого брата. Аж президентка Грузии требует ужесточить контроль за эмигрантами из России. У нас такое ощущение, что они ведут себя так, как будто находятся дома. Возможно, вспоминая, как это раньше было, при СССР, сказала Соломе Зоробишвили, и особенно есть ощущение, что их въезд недостаточно контролируется, и среди этой массы мы не знаем, кто может войти в страну, и находится ли он под присмотром. Видите, как выворачивает наизнанку от русского духа, потому что каждый скрипыш, как передвижной сортир, где он, там, воне родных просторов, и режет глаза русофобские, и запахом с ног сшибает. Особенно мило прозвучали слова беглой Аллы Пугачевой о многострадальном народе, который она любит и жалеет. Один только вопрос ПТУшной Примадонне. Как быть с жалостью к тем, кто пошел в Украину убивать? Если с вербанутыми зэками и прочей криминальной отморозью все понятно, то с остальными-то как? Они несчастные овечки, путлом обманутые, коллекторскими фирмами накрытые, они счету ударенные. Они же, по сути, наемники, поехавшие убивать людей за приличные деньги. Этих маньяков тоже жалко. Вот прикобзонился звукорежиссер сериала «Реальные пацаны». С ним как быть? Скорбеть или ссать на могилу? Ответь, Алла Борисовна, не прячь правду в балахон. А правда в том, что при всеобщей фашизации психбольницы пациентов излечит только профессор Хаймарс. А поскольку клиника раскинулась на одну седьмую часть суши, без ковровых бомбардировок не обойтись. Это такой гигантский сектор газа, где вместо Хамас криминальная ядросня и потомственные чекисты с вохрой. А между ними перепуганными бложками скачут по кочкам болотные дикари, то ли зигуя, то ли крестясь. Время от времени их пригоняют к пенькам и заставляют натянуть на них легитимность идолища пляшивого, которое уже настолько забронзовело, что маленькие лебеди бессильны и даже морозилка его не берет. Но вождище сам по себе уже настолько велик, что ему и розоветь не надо. Вот проведет прямую линию Аки Духовный Наврала, возвысит чернь мохнатую до ихтиандров глубинных и взгромоздят его на новый срок, до самой ядерной войны или пока сам копыта не свесит. А глубинарий в это время будет по окопам шляться, а по возвращении резать тыловых сородичей, дабы выйти в следующий круг зоновских игр. Бесконвойная жизнь полна тревог и неприятностей. Опять в лабазах яйца подорожали. Куры совсем страх потеряли. Даже от вида Патрушева-младшего сознание не теряют. Кудахчут себе и рвут шаблоны покупателям. Впрочем, фронтальный рост цен наблюдается не только в гадском курятнике, а вообще по всей площади пещеры. Дорожают как продукты питания, так и непродовольственные товары. Зоной инфляционного бедствия стали овощные и фруктовые отделы супермаркетов, где рост цен с начала года измеряется десятками процентов. Если инфляционный маховик будет раскручиваться и дальше, Центробанку придется снова повышать ставку. Поговаривают, что опять на 200 пунктов. На Биулина ходит чернее тучи, а доллар, давно уложенный мордой в пол, продолжает издевательски хихикать на пару с евро. Крысопуд скачет по стенкам и требует держать ценники до самого пенькова дня. Но конструкция ходит ходуном. Ее держат всем пацанским коллективом, а она, сволочь, шатается, угрожая рассыпаться и накрыть лепотой всю посконную благодать. На украинском направлении тоже все нехорошо. ВСУ высадились на оккупированной территории Херсонщины и уже перебрасывают туда бронетехнику. Приходится срочно перегруппироваться, а проще говоря, рвать когти, пока срак отцела. И об этих жестах доброй воли уже просачивается информация. По данным крымчан, из-за атак в СУ, оккупанты вынуждены перебрасывать свои корабли из Крыма в Новороссийск, где пока что безопасно. Меньшайги приходится шуметь и забивать эфир враньем, что у рашистов все хорошо, и даже под Авдеевкой они продвинулись. А хороших русских уже выпускают в инфополе с песнями о том, что пора начинать мирные переговоры, поскольку долгую позиционную войну Киев даже с союзниками не потянет. Одни умники сравнивают Украину с разделенной Германией после 1945 года, другие с двумя Кореями, и ни один не допускает мысль, что разделять надо зону красных маньяков, упоровшихся до ядерных грибов. Потому что если ее хотелки сегодня удовлетворить, то завтра она, отдохнувшая да обнаглевшая, попрет на Польшу и страны Балтии. Потому что обновление Путина — это обновление войны. Не региональной, а большой, с заявкой на окончательный махач. За кулисами фашистского цирка уже разминает Зигу, — зазывала шаман. Шевелит усиками штопанный Михалков, шелестит письмами трудящихся Терешкова. Сейчас их выпустят на манеж, и они доведут публику до такого экстаза, что Володин лично тройню родит и на фронт отправит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok